привет всем друзья сидим едим картошечку с колбасками втором центре в городе полтава и у нас сегодня начинается новое путешествие направление абсолютно новое не были там еще ни разу даже вообще в ту сторону не летали не буду долго держать интригу скажу прямо мы летим на занзибар сегодня 3.20 ночи или утра кому как больше нравится у нас самолет вылет на занзибар летим чартером прямой прямой перелет борисполь не знаю какой там город занзибар я честно говоря еще даже не не ориентируюсь в локациях занзибара ну в общем вот как то так полтавы мы едем в киев в киеве садимся пересаживаемся на аэроэкспресс которым доедем до самого аэропорта и там уже будем регистрироваться на рейс ну в общем вы будете с вами как обычно на протяжении всего нашего отдыха будем снимать будем вести такой влог ежедневный а сейчас у нас маленький перекусик взяли вот так так что вот так вот я обещал что будет путешествие зимой мы не знали куда нужно было на шри-ланку но мы были на шри-ланке а вот занзибар мы еще ни разу не летали и решили так сказать посетить новую для нас открыть новую страну получить новые эмоции и все это конечно же показать вам нашем блоге на нашем канале давай поехали садимся на поезд интерфейте садимся на новой странице вот и итак друзья мы уже в аэропорту в борисполе в терминале d сюда мы приехали с ж.д. вокзала киева на аэроэкспрессе который здесь ходит каждые полчаса очень кстати удобно не нужно такси заказывать ничего как бы кто не в курсе то аэропорт борисполе находится не в самом киеве кто никогда не летал он находится за киевом поэтому сюда нужно ехать где-то ну полчаса на такси либо есть такой специальный поезд очень удобно кстати сейчас зарегистрируемся не знаю там эти все тесты кстати для того чтобы лететь на зензибар мы летим на зензибар кто не понял нужны тесты никакие прививки никакие там сертификаты прививочные не прокатят так что имейте ввиду только пациент тесты все ждем регистрацию фастфуда здесь вот такой небольшой митинг-поинт какой-то кафешечка где можно купить какой-то хот-дог там выпить кофе и собственно особо здесь никакого питания по крайней мере в этой части терминала d нету так друзья мы на стойке нашей регистрацию 5557 наши номера у нас переводчик sky up это наш украинский украинская компания значит у нас прямой перелет без каких-то пересадок стыковок и все такое мы уже в принципе зачекинены но нужно сдать багаж и зензибар так друзья все норм регистрация закончена паспортный контроль прошли все все бюрократические процедуры значит что сейчас нужно в аэропорту сейчас нужен тест на к вид пцр здесь обязательно на бумаге кстати спрашивать в электронном виде она бумага именно распечатанный с мокрой печатью кстати и анкета которую заполняете на сайте она заполняется в электронном виде для зензибара специально там указываете все данные которые там нужны то есть где вы были последние там две недели если где-то кто-то откуда-то прилетел другой страны но с третьей страны то есть именно с украины и свои паспортные да ну в общем все все дублируется ну такое ну естественно багаж разрешен 23 килограмма на человека узкая и 2 ручных клади на каждого соответственно по 9 килограмм не более ну и теперь мы в зоне duty free можно походить пошопиться посмотреть куда парфюм чеки вот какой-то один из магазинов здесь борис коллег стать и много довольно все сияет и горит все не буду здесь снимать особо ничего все посадочка вот такой вот наш лайнер вот вот а у нас 32 место идти самой хвосточки поэх а а у а и и и и а и Уже мы пролетели почти 4 часа, и мы приземлились в аэропорту Хургады для дозаправки. Я почему-то думал, что мы вас поднимаем. Паня Деманула, у вас летает Хургада. Температура повітря 20 градусов выше нуля. Для вашей беспокой, пожалуйста, залишайтеся на своих местах до пробудя ледаката стоянку. Вымкнение с того табло. Сдавнуто ремень. И полетим дальше на Занзибар. Да, у нас поменяется экипаж, потому что один экипаж не может лететь 9 часов по регламенту. Вот так вот. Проспал часа 3, наверное, вырубило меня. Всегда 4 часа летели, и из них я 3,5, наверное, добросовестно продрых. Вот такая вот картина за окошком. Ну, пустыня. Кто был в Хургаде, знают. Египет, как Египет. Песок, пустыня. Солнце, крепко. Где-то море, там не знаю. Мы, кстати, в городе еще не были ни разу на отдыхе. Когда-то побывали. Доброго ранка, шановные панели и панели. В отбылась замена экипажа. Мы с вами разом будем лететь до Занзибара. Наш полет триватимет 4 часа 45 минут. Дяку мы за лауту. Бажаем приятно и подорожить. Также после взлетов будет обслуговывание напоями, ежей, а также платными напоями за ежей. Бажаем приемного польоту. Ну, напоями и ежей это за денежку, соответственно. Бесплатно только вода на борту стоя, не гормя. То есть питание на борту в пакет тура не входит. То есть это все, соответственно, за отдельные денежки. Только водичка, все. Вторая часть пути нам предстоит. Надеемся, будем уже на Занзибаре. Друзья, полет наш продолжается. Уже нам осталось лететь где-то пару часов до самого Занзибара. Перекусили, еду брали с собой. Но здесь можно заказывать еду, можно заказать напитки, можно заказать кофе-чай. Здесь есть, давайте я вам покажу, такой вот каталог с товарами, которые вы можете заказать на борту SkyUp. Это компания SkyUp. Но я вам покажу, не буду показывать там всякие парфюмы и так далее. Вот посмотрим по еде. Вот такие вот цены. Ролл с сыром 7 евро, ролл с курицей 7 евро. В общем, все роллы по 7 евро. Напитки, пиво 4 евро, баночка Хайникен. Пепси и ролл 8 евро. Банинни с сыром и шинкой 5 евро. Так, ну, я с этого, собственно, ничего не заказывал. Не буду я все перечислять. Ну, вот здесь есть такой выбор. Можно большие бутылки заказать. Пепси, вот 3 евро. Полулитровые, ну, как большие, полулитровые. Чуть больше, чем 300-граммовые баночки. Так, также здесь присутствует, естественно, алкоголь. Алкоголь у нас, ну, такие вот мартини небольшие, маленькие. Есть шампанское тоже. Какие-то тоже напитки в банках по 2 евро. Вот очка 2 евро. Ну, один... А, 100 грамм, 100 грамм вообще маленькие. Ну, как обычно. Мерзавчики, как их называют в народе. Так, и вот страничка с кофе. Вот я заказывал заварной кофе. Можно заказать растворимый за 1 евро, я так понимаю. И заварной стоит 2 евро. А я заказывал заварной вот в таком вот стаканчике. Такие вот стаканчики узкая, симпатюшная. Все, сахар берете по вкусу, сколько хотите, без проблем. Также сливки предлагают тоже кофе. Так, по сладостям. Значит, смотрим. Сникерс маленький. Еврик стоит Марс так же. Какая-то печенюха. 2 евро. Твикс по еврику. Баунди тоже маленький по еврику. Так, ну и вот это вот. Таня, что вот это, скажи, пожалуйста. Это все, кускус. Слушай, такой кускус. Это типа милины, да, такое что-то. Ну, в общем, какие-то. А, стритка, ну типа доширак какой-то, наверное, я так понимаю. С, да, стаканчик заливайте, наверное, кипятком. Да, вот грибной крем-сук, гороховый крем-сук. Ну и вот это кускус, наверное, тоже что-то типа такого. Каша овсяная, кстати, есть по 2 евро. Но мы взяли с собой овсянку, да. У нас есть такая термокружечка. Мы в нее просим просто кипяток. И там завариваем все, что нам заблагорассудится. Мы там также заваривали, засыпали все супы в пакетики. Да, эту кашу овсяную, что еще. Ну, пюрешку можно. Ну, пюрешку, конечно, да мне это не делали. Так, также можно заказать мороженое с разными вкусами. С вкусом клубники, манго. Ну вот, читайте сами. И также есть комплексная еда, которая на порту вам будет предоставлена. В том случае, если вы ее закажете, здесь написано, за 32 часа. Не позже до... Или не раньше до... До вашего вылета. Вот кашка, которую мы взяли с собой. Которую можно заварить здесь. Попроси все, она все, кипяточек. И вот такие вот супчики Роллтон. Тоже прикольно, удобно. Он как раз на чашку 200 граммовую воды 200 грамм добавили. У вас супчики. А вот это вот все нужно заказывать заранее. То есть, либо на сайте SkyUp, либо у вашего турагента, ну, кто вас оформлял тур, у кого покупали, они также могут вам оформить заказ питания на порту без проблем. Просто это нужно сделать заранее. Потому что, если вы захотите там за час, за два до вылета заказать еду на борту питание, это будет уже поздно. И как бы вы не сможете этого сделать. Ну, как-то так. Не знаю. Полет прошел лично у меня вообще шикарный. Я проспал. Дитяки, ну... 80% всего времени полета. Спал, спал, спал. Не знаю, сходится. Молодец, честно. Выпил кофейку только что. И все, ждем уже, собственно. А нам где-то часика полтора осталось. Да, да. Больше. Больше где-то. 102. И вообще мы, как бы так, козерно летим. Получилось так, что наши два кресла, ну, которые я вот сижу возле окошка и Таня рядом, а которые возле прохода, свободно. И мы тут, как бы, вот у нас здесь, как столовку. Мы тут едим. Вытаскиваем. Ну, знаю, там живем здесь, короче. Ну, удобно, когда весь ряд получился с трех кресел для двоих человек, конечно, удобно. Ну, вот такой вот полет с авиакомпанией «СКАП». Не знаю. Мне вообще не напряжено. Кстати, место для ног, ну... Ух ты, упал журнальчик. Опа. Место для ног вообще шикарно. Смотрите, я сижу, у меня колени даже вот не достают до этого. Можно вытянуть ноги. Хорошо, удобно. Как бы не сильно так суженые проходы между рядами. Как это бывает часто у лоукостеров. Ну, что, я думаю, встретимся уже в аэропорту Задзибара и там расскажу, какие процедуры будут проходить в аэропорту. Там, насколько я знаю, мы должны будут заплатить за визы. Я не помню, то ли 25 долларов в человека, то ли 50 долларов в человека виза оплачивается по прилету. А что это? Тест. Ну, тест. Вот Таня показывает, что у нас есть тест. Ну, я говорила за этим. Мокрая печать, да? Ну, да, вроде бы так, что... Ну, не знаю. Говорят, что тесты, которые вы будете брать, ПЦР-тесты, они должны быть в бумажном исполнении, не в электронном. И чтобы была мокрая печать. Вроде бы это проверяется там по прилету в Задзибаре. Ну, пока не знаю. Это так бы... Как бы мне сказали об этом, вроде, Туракен говорит, что такие требования. Ну, посмотрим. Борис поля рассматривала, а она там 300. Ну, да, смотрели, смотрели. На регистрации, на рейс у вас смотрят тесты. Именно не в электронном виде, а в бумажном, на бланке, с мокрой печатью. Ну, вот так вот, строго с этим делом. И, так же, вроде бы, такие же требования к тестам в аэропорту Задзибара будут. И, ну, как бы, если они у вас будут не особо... Амираты, Арабские, Аминьонно-Арабские Эмираты тоже, они не принимают никаких сертификатов прививочных, только через ПЦР-тесты. Пилот только что объявил интересную информацию. Мы сейчас через минут 20-25 будем пролетать над рядышком с гороеки Лиманджаро. Кто не знает, это самая высокая гора Африки. Сейчас мы пролетаем над территорией Кении. Потом будет уже Танзания непосредственно, страна, к которой относятся в Задзибар, собственно. Такая вот панорама за окошком нашего иллюминатора. Конечно, большая высота, 10 тысяч эшелон. Особо ничего так не рассмотришь. Ну, было бы, конечно, неплохо снять сейчас с дороги Лиманджаро, как-то ее увидеть. Она, конечно, огромная, но до нее еще лететь это 20 минут. Вот такие вот интересности тоже здесь на борту авиакомпании Skyl. Про дозаправочку я вам говорил, хотя, как бы, вроде бы говорил мне турагент мой, что мы летим, у нас прямой перелет без каких-то посадок и дозаправок. Ну, видимо, чуть-чуть или она не знала, или что-то поменялось у нас самолет. То есть, ну, если дальномагистральный, конечно, вы без проблем пролетите это расстояние, но на 737-мом Боинге в любом случае он должен дозаправиться. Потому что 9 часов лету это слишком много для него, для этого борта. Ну, вот такая еще информация, друзья. Решение лететь на Задзибар мы приняли, как бы, вообще, честно говоря, так спонтанно. Как бы, изначально были планы взлетать в Шарм-эль-Шейх, в Египет, но цены в этом сезоне на Египет, честно вам скажу, просто завышены до нереальных высот. Возможно, из-за того, что Россия сейчас пустила поток своих туристов туда. Ну, просто большой поток туристов, и, соответственно, спрос увеличился сильно на туры в Египет. Ну, если спрос, соответственно, цены поднимаются. Поэтому цена на тур в Египет сравнивается с туром в Задзибар. Расстояние, сами понимаете, в два раза больше, и это тропический уже остров, это уже Антический океан, как бы, это уже, как говорят, турагенты экзотика, да. Поэтому мы решили слетать все-таки на Задзибар на эти же деньги. Но с питанием, конечно, в питании, конечно, здесь мы проигрываем, в плане, что на эти деньги вы в Египте получите концепцию «все включено», то на Задзибаре все отели, ну, как, все, не все, но основная часть в основном работает просто на завтраках. Вы покупаете отель, у вас будут просто завтраки. Все остальное питание вы покупаете дополнительно, либо в ресторане отеля, либо в местных кафешках, которых там достаточно на берегу. И также мы заказали северную часть острова Задзибар, будем жить на севере. Это деревня так называемая Нунгви, пляж с одноименным названием Нунгви, там рядышком Генгва и Нунгви. Это, как бы, два самых, одни из самых красивых пляжей Задзибара, где самые маленькие отливы, потому что в других частях острова очень большие отливы, там по несколько километров, чтобы дойти до воды, вам придется там маршировать очень много. Ну, вот как-то так. Ну, все это мы увидим уже на месте и будем знакомиться с островом. И показывать вам все. До встречи на Задзибаре. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, друзья, с прилетом нас на Задзибар. Вот наш лайнер. Мы уже вышли с самолетика. Жара, честно говоря. Риска вообще невзносимая, как в 45. Да, вообще ощущение влажность и жара. Ну, тропики, одним словом. Смотрите, какие девушки здесь. Интересные в таких нарядах. Здесь никакого автобуса. Вышли сами самолета по трапику. И здесь вот рукав. Получается, мы идем по рукаву. Заходим сейчас в рукав и идем через рукав в здание самого терминала аэропорта. Да, ощущение от меня точно так же было, когда мы прилетели на Шри-Ланку. Когда вышел и такой влажный, горячий воздух вдохнул. Так, ну что. Вообще без понятия. Ждем. Мы даже не знаем, куда идти. Боже. Наверное, сюда, да. Так, подошли вот сюда. Здесь очередь. И там будут какие-то уже процедуры паспортного контроля, наверное. И, не знаю, визу оплачивать где-то нужно будет. В общем, все по порядку. Так, вот человек здесь сказал, при уходе предъявлять тесты и вот такие вот анкеты, которые вы заполняете еще в Украине, вылетая на Занзибар, вот эта анкета заполняется. И вот сам тест. Так, выдали вот такие вот бланки. Два бланка для заполнения, для получения визы, я так понимаю. Вот так. Такая вот стоечка, народу набежала все. Столкились, уже негде встать, чтобы заполнять. Есть образцы вот такие вот. Видите, вы с них можете заполнять свои бланки. В общем, друзья, с получения визы тут геморройчик, конечно. Во-первых, долго заполняются эти бланки. Во-вторых, очередя, которые практически не продвигаются. Уже час мы стоим, еще, не знаю, процентов 10, наверное, людей только получили визу. Так, друзья, закончили процедуру, визовую процедуру. Все, оплатили 50 долларов человека. Долго, конечно, очередя заполнять этих бланков. Это все чуть геморрно. Уже мы в стране. Но здесь вот обменный пункт валюты, я не знаю, стоит здесь менять деньги или может где-то дальше. Потому что связался с турагентом, но пока ничего не ответило. Такие вот курсы. Вот. Но я, честно говоря, в них абсолютно не ориентируюсь. Поэтому, как бы, пока не знаю, то ли здесь поменять, то ли где-то дальше уже в городской какой-то инфраструктуре. В общем, сейчас решаем этот вопрос. Так, друзья, все-таки поменял я здесь денежку. Вот так выглядят занзибарские деньги, то есть Танзания. Вот. Танзанийские деньги. Вот эта вот десятитысячная культурная. Шеллинги, кстати. Да. Я поменял немного, а пока поменял 60 евро. Мне дали по этому курсу, который здесь, 153 тысячи танзанийских шеллингов. Да, здесь, кстати, шеллинги. Так, все, идем к автобусу нашему. И вот он, долгожданный выход в страну Танзания. Акунаматата. Вот нас встречают такие веселые товарищи. Павел, Татьяна. А ваучер, пожалуйста? Окей, сейчас. Ну, как обычно, сейчас просят ваучеры показать. Танер найдет. Такая вот стоечка. Джоинап и Гоу-Гоу, я так понимаю, это принимающая сторона. Танзания. Вот там вот стоят автобусы, которые поведут нас к отелям. Прилетевших туристов. Вот так вот выводить. Территория возле терминала. Жара, друзья, просто ветер. Трофики, этим словом. Влажность, жарко и... Так, все, у нас все нормально? Окей. Так, это здесь наш автобусик. А, а сейчас мы полезем на флештуру. Хеллоу? Финиш? Флештуру. Финиш. Финиш. Так. Алло, пожалуйста. Финиш. 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 Так, не пойна. Так, не пойна. Так, не пойна.